Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Вечный зов 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 зов Вечный 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 зов зов Вечный зов Вечный зов Вечный зов Вечный зов Вечный зов зов Вечный зов Вечный зов зов Вечный зов зов Вечный зов зов Вечный зов Вечный зов 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 Он мог нашим дедам, бабушкам отстоять наше Отечество, положив свои жизни. И наша задача, их правнуков и внуков, сохранить тот дух и передать следующим поколениям. И сегодня вот хотел бы прочесть стихотворение такое. Чтобы воскресить погибших на войне, хотя бы на них в сердцах потомков, мы предлагаем, головы склонив, их имена вам прошептать негромко, и замереть, и голоса унять, и выразить безмерное признание. Мы призываем тихо постоять в великой скорби и молчании. Пускай летят года, идут века, но в скорби день мы зажигаем свечи, чтоб помянуть ушедших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной, и пусть пройдут года, пройдут века, но в этот день мы молимся за них. Мы будем помнить павших имена. Они для нас живее всех живых. Спасибо. Дорогие друзья, может быть кто-то желает еще выступить, пожалуйста, я могу предоставить слово. Есть желающие? Есть? Да. Пожалуйста. Дорогие, сегодня, 75 лет тому назад, немцы совершили внезапное нападение на нашу страну. И, конечно, мы сегодня отмечаем день памяти и скорби. И вы знаете, в этот день нам есть о ком помнить и чтить есть кого. Вот. 75 лет тому назад, без объявления войны, в 4 часа посыпались бомбы на нашу страну. А если взять город Севастополь, город моряков, на него посыпались бомбы уже в 3 часа 15 минут. И вы знаете, есть хорошая статистика. Бельгия сражалась всего один день. Югославия сражалась всего 12 дней. Дания месяц и 6 дней. Норвегия 44 дня. Только единственная страна, которая воевала 4 года и впоследствии чего фашистская Германия капитулировала. Давайте отдадим сегодня день памяти. Вечная память о тех, кто не вернулся с поля боя. Но память о тех, на которых спали дети, родители, жены, матери. И вот эти первые дни, первые месяцы, первые недели, месяцы, они очень были тяжелыми для нас. Я хочу, чтобы вы помнили этот день. 75 лет. И вы увидите, что опять мир как-то стоит на грани чуть ли не новой войны. Давайте отдадим сегодня день памяти. Будем помнить самоотверженность. Мужество тех людей, которые нам дали ту свободу, что мы сегодня тут стоим. И есть о чем вспомнить, и есть о чем говорить. Спасибо вам. Дорогие друзья, давайте распахнем сердца для памяти. Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие глаза павших воинов. Услышит чистоту их сердец. Ощутит ответственность перед памятью целого поколения. Слово предоставляется подрастающему поколению. Совкова Варвара. Молодежный театр. Окно. Роберт Рождественский. Отребок из поэмы «Двести десять шагов». Война. Было училище. Форма на вырост. Стрельбы с утра. Строевая зазря. Полугодичный. Ускоренный выпуск. И на петлице два кубаря. Шел эшелон по притяженной России. Шел на войну. Сквозь мельканье берез. Мы разобьем их. Мы их осилим. Мы им докажем. Гудел паровоз. Станции, как новгородское вече. Мир, где колокочет людская беда. Шел эшелон. А навстречу. Навстречу лишь санитарные поезда. В глотку не лезла горячая каша. Полночь была, как курок, сведена. Мы разобьем их. Мы им докажем. Мы их осилим. Шептал лейтенант. В тамбуре. Маясь на стрелках гремящих. Весь продуваемый сквозняком. Он. По дороге взрослел. Этот мальчик. Тонкая шея. Уши торчком. Только во сне. Оккупировав полку. Во сатанелом табачном дыму. Он забывал обо всем. Ненадолго. И улыбался. Снилось ему. Что-то распахнутое. И голубое. Небо. А может морская волна. Танки. И сразу истошное к бою. Так они встретились. Он. И война. Воздух наполнен гребом. Буденьем. Мир был изром. Мир был изломан. Искален. Это казалось ошибкой. Виденьем. Странным. Чудовищным миражом. Только ведь деньги не проходило. Следом за тканями у моста. Пыльные парни в стирах мунтирах. Шли и стреляли от живота. Дыбель шпала. Насыр качалась. Кроме пожара не видно низких. Будто бы эта планета кончалась. Там, где сейчас наступали враги. Путы ее становилось все меньше. Ежилась от близких разрывов гранат. Черный, расстреливный, онемевший. В жестком кювете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России. Всех ее башен, дорог и осин. Что же ты, сводный? Докажем, осилим. Вот он, фашист. Докажи и осиль. Вот он, фашист. Нагорелый и мощно. Боет его знаменитая сталь. Знаю, это почти невозможно. Знаю, что страшно. Но все-таки встань. Встань, лейтенант. Слышишь, просят об этом. Вновь возникает с небытия. Дом твой, завьюженный солнечным светом. Город, отечество, мама твоя. Просят твои нерожденные дети. Просят история. И тогда встал лейтенант И шагнул по планете. Вскрикнув мне по усталу. Ай да! Встал и пошел на врагах. Как слепую. Сразу же стала влажная спина. Встал лейтенант И наткнулся на пулю. Большую и твердую. Как стрела. Строгнул он, будто от зимнего ветра Падал он медленно. Как нараспев Падал он долго. Упал он мгновенно. И даже выстрелить не успел. И для него наступила сплошная И бесконечная тишина. Чем этот бой завершился? Не знаю. Знаю, чем кончилась Эта война. Дорогие друзья, перед Варваровым выступал Дунда Иштван Степанович, председатель Совета ветеранов Центральный. Дорогие друзья, а сейчас я хотел бы предоставить слово заместителю атамана казачьего общества Московской области, члену Союза писателей России Ярушко Киму Антимовичу. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня утро, которое начинается всегда 22 июня, уже 75 лет, для меня особо важно, потому что я родился в этот день. Родился на Дону, там, где немцы Украину и Ростовскую область заняли в первую очередь. И все эти тяготы под немцем около года ели оставшиеся в живых люди. Убийство молодых, убийство плену тех, которые были наши бойцы. Это день священный для нас всех и для меня. Над Россией плывет туман, над Россией шумит война, самолет пошел на таран, завершилась чья-то весна. Нет, не будет могил без имен, не допустит отчизна забвения, кто в бессмертие шагнул и сражен, прикрывая живых своей тенью. Земли взрыты, поля кругом багровеют в розделе бин, а победа придет, потом вспыхнет ума я ал и рубит. Будем вечную славу крепить и молиться за павших живых. Будем Родину нашу любить и хранить ветеранов седых. Поменем всех героев войны, выпьем горькую чарку до дна за бойцом до вершедшей весны, за победу родная. Слово предоставляется заместителю председателя ветеранов Майтищинского муниципального округа Пигалеву Александру Алексеевичу. Дорогие товарищи, 1941 год в нашей памяти, в наших сердцах, как самый тяжкий, трагический, незабываемый год. 22 июня, воскресенье, в 4 часа утра немцы, нарушив вероловно договор о ненападении, внезапно, без объявления войны, нанесли мощные удары по территории Советского Союза. Армады немецких бомбардировщиков нанесли по Советскому Союзу мощный удар по городам Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, Украины. Сухопутные войска проникли на нашу территорию через границу. И тогда был отдан приказ Красной Армии и Военно-Морскому флоту отразить нападение врага. И так началась Великая Отечественная война. Эта война была и испытанием для нашей страны. Ведь на кон войны было поставлено все. Наша земля, на которой мы с вами живем. Наш народ, который по плану должен быть уничтожен или превращен в рабочую силу для Германии. Наш советский строй, который был главным препятствием им завоевания мирового господства. Кроме того, товарищи, перед началом войны фашистская Германия захватила почти всю, как уже здесь говорил предыдущий товарищ, Европу. И у них было превосходство один к четырем. И надо сказать, наша страна осталась одна, на которую все смотрели и надеялись. Неужели этот Советский Союз не выдержит натиск фашистов? Мы победили. Но какой ценой досталась эта победа? Тут уже говорили, погибло 27 миллионов, из них 18 мирных жителей. А что такое 27 миллионов? Это 27 миллионов могил. Это кладбище размером 2500 километров. А если объявить минутой молчания по каждому погибшему, это будет страна 52 года стоять по стойке смирно. Вот что такое 27 миллионов человеческих жизней. А сколько разрушений они принесли, сколько городов, сколько сел, разрушено. Но наш народ выстоял все это и одержал историческую победу. Это победа советского народа. Не как там говорят англичане и американцы, что это они победили после открытия второго фронта. Мы могли и без них победить. Без открытия второго фронта. Но они чтобы так не было, как они помогали нам. А первоначально вы знали, как они говорили, пусть дерутся немцы с россиянами. Если будут немцы побежать, мы будем россиянам советскому союзу помогать. И если советский союз, то немцам. Вот как была поставлена задача в планах молниеносной войны. Да, первоначальные годы войны у нас были неудачи. С горечью сердцем Красная армия оставляла свои города и села. Ну, когда дошли до Москвы, был развеян миф о победе, молниеносной победе немцев. А когда Сталинградская битва, то там был сломан хребет. А когда уже Курская победа была, то это перелом был войне. И вот начиная с Курской битвы, наша Красная армия гнала немцев к территории своей. И так получилось. Мы первые водрузили флаг не англичане и не американцы над Рейхштагом, а наш красноармейский был флаг знамя победы. Дорогие товарищи, я сейчас отобращаюсь здесь к молодежи. Но горькому сожалению мы вспоминаем тех, кто погиб. но у нас еще есть живые ветераны. Это не носители правды о войне, не так, как фальсификаторы пишут. И не нюхали пороха на войне, а говорят о войне, пишут как будто они правду. И вот я обращаюсь к вам, молодые люди. Вы молодцы, что принимаете участие в такой политической акции, как бессмертный полк. Но у нас еще организуются встречи с участниками войны. Пожалуйста, приходите на эту встречу, и вы будете рассказывать своим детям, внукам, правнукам, что я видела, встречалась с участником войны, который подарил нам такую жизнь, в которой мы сейчас живем. Вот на этом я и закончу свое усыпление. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется настоятелю храма домомучеников и исповедников российских протеерею отцу Симеону. Дорогие братья и сестры, именно эти слова всегда говорит священник, обращаясь к людям. И именно в 41 году эти слова стали особенными. Их употребляли даже на самом высочайшем уровне. 75 лет назад наша страна вступила в совершенно уникальную эпоху. Наверное, среди нас с вами нет ни одного в семье, у которого кто-нибудь не пострадал в эту войну или не воевал. Сегодня для нас особенно важно, чтобы мы услышали слова тех, кто прошел эти страшные испытания. Сейчас мы с вами уже понимаем, что та война была действительно самой страшной в истории человечества. Но самое ужасное даже не в этом. Самое ужасное, что если начнется новая мировая война, то победителей в ней не будет. Об этом не всегда помнят, но это очень важно. Я сегодня хотел бы с вами поделиться мыслями одной женщины, которая является ветераном службы внешней разведки. У нее уникальная судьба. она прошла очень много стран, но чуть не умерла в своей стране и находясь в больничной койке начала писать стихи. Вот ее мысли. Могу честно признаться, сегодня восстанавливаю все странички заново, весь свой самый первый детский период жизни с того самого момента, как начала себя осознавать и понимаю, что проживаю все эти дни моего детства заново. Вы не поверите, я только теперь начала понимать, что наше военное детство было счастливым. Оно научило нас правильными глазами смотреть на жизнь. Именно там, в трудном военном детстве, мы начинали понимать, что без помощи соседей и друзей просто невозможно выжить. что думать надо не только о себе, но еще о других людях, о сверстниках, о соседской бабушке, у которой в войну убило шесть шестерых сыновей, а помочь ей кроме соседей некому, и совсем крошечной двухлетней недотепе, которую чуть не прикрыла свалившимся с неба полотном от дирижабля, да просто обо всех тех, кто живет рядом с тобой, делит трудности и беды, помогает тебе и другим несчастьем. И эта женщина пришла к очень простому выводу, что миром правит любовь, а мир покоится на любви. Если любишь, ты живешь, если не любишь, умираешь. эта правда сейчас для нас особенно важна. Утром особенно когда понимаешь, что счастье это просто мир, в котором ты живешь. Мирное состояние. И никаких слов не находится, чтобы воздать память тем, кто воевал, кто трудился для того, чтобы сейчас это небо наше было мирным. Удивительно, но музыка и поэзия это то, что тоньше всего показывает приживание людей. Но удивительным образом молитва оказывается может сочетать себе и музыку и поэзию. Я всех нас призываю помолиться обо всех. Можуч 23 25 25 30 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 За нашу с вами жизнь Прошу вас запустить символические белые шары В знак памяти погибших В знак благодарности тем, кто отдал жизнь За свободу и независимость нашей Родины Светом любви нашей Светом скорби нашей Пусть озарятся имена павших Вспомним Три года, десять месяцев И еще восемнадцать дней Двадцать шесть миллионов Четыреста пятьдесят две тысячи жизней Унесла в Великая Отечественная война Вспомним Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте Кто воевал в партизанских отрядах Кто страдал в фашистских концлагерях Вспомним тех, кто без сна и отдыха Трудился в тылу Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги И кого сегодня нет с нами Вспомним о деревнях Сожженных дотла О поселках Стертых с лица земли Вспомним о сотнях городов Разрушенных, но не покоренных Каждую улицу вспомним Каждый дом Солдат Солдат Великой Отечественной Ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом Вез хлеб в блокадный Ленинград Горел в танке под Прохоровкой Погибая, ты спасал миллионы жизней Ты, потерявший родных и близких В Сталинских лагерях Принес с тобой кузникам-освенцам Бухенвальда Дахан Ты не вторгался в чужие пределы Не искал славы Ты защищал отчизну Защищал свою семью Вспомним всех, кто положил свою жизнь На алтарь победы Поклонимся им низко Проходят годы Десятилетия Сменяются поколения Но разве можно предать Забвению Подвиг воинов, защитивших Не только нашу жизнь Мы само звание Человека Который хотел Растоптать фашизм Мы склоняем головы Перед светлой памятью Не вернувшихся с войны Сыновей Дочерей Отцов Матерей Дедов Мушей Жен Братьев Сестер Однополчан Родных Друзей Наступает Минута Молчания Молчан Молчан Вечная память Жертвам Великой Отечественной войны Вечная слава Героям Павшим за свободу И независимость Нашей Родины Эта война Была одним из самых Тягчайших испытаний Которые с честью выдержала Наша страна Никогда не заводится Подвиг солдата Стоявшего насмерть И подвиг дружинника Ковавшего эту победу в тылу Наш долг Хранить память Об этом подвиге Уважение к стойкости Мужеству Беззаветной любви К своему Отечеству И передать это Следующим поколениям Дорогие друзья Прошу Возложить Святы К мемориалу Славы К мемориалу К мемориалу К мемориалу К мемориалу К мемориалу Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... 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 Субтитры... Субтитры подогнал... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто придет к нам с мечом, примет смерть от меча Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поднимется Россия и окрепнет Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Славься, Крымская наша земля, На ладу и ковеки не просимать, Любимая наша страна. Так было в России с далеких времен, Чем выше давление, тем крепче петон. И если опасность державе грозит, Становится Родина, как монолит. Горнили победы сегодня, как царь, Опять закаляется Родина сталь. Россия, Россия, В этом слове огонь и сила, В этом слове победы пламя, Поднимает Россию знамя. Россия, Россия, В этом слове огонь и сила, В этом слове победы пламя, Поднимаем России знамя. Пусть время нас бурным потоком несет, За нами Россия, за нами народ. Традиции святы и тысячи лет, Продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит вороньё, Их снова отечество встретит моё. Россия, 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 в этом слове огонь и сила, В этом слове победы пламя, Поднимает Россию знамя. Россия, 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 В этом слове огонь и сила, В этом слове победы пламя, Поднимаем Россию знамя. В этом слове победы пламя, В этом слове источник силы, Повторяем вперёд, Россия. В этом слове огонь и сила, В этом слове победы пламя, Поднимаем России знамя Россия, Россия В этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимаем России знамя Россия, священная наша держава Россия, любимая наша страна Охожая моя, великая слава Твое настояние на все времена Славься, Отечество Нашей свободное Радских народов союз леговой Редно-битатная Мудрость народная Славься, страна, мы гордимся тобой От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поляр Одна ты на свете, одна ты такая Хранимая Богом, родная земля Славься, Отечество Нашей свободное Радских народов союз леговой Редно-битатная Редно-битатная Образ народная Славься, страна, мы гордимся тобой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова